Широкий простор неба Красивая гордая птица, как символ существа, живущего в этой стихии Это простые и понятные символы, близкие каждому казахстанцу Мы в центре Казахстана, столице мира, Астане Мемориальный комплекс, который я буду представлять в данной презентации, проектировался не с чистого листа Этот комплекс возник не в вакууме По условиям конкурса, мемориал должен быть расположен в существующем парке в центре Астаны Этот парк имеет название «Парк влюбленных» Гашихтар Саябагы И представляет собой площадь 16 гектар с большим количеством озеленения и множеством дорожек, позволяющих людям прогуливаться в парке Дышать свежим воздухом, отдыхать от суеты и тяжести мегаполиса Прежде чем вашему вниманию будет представлен монумент, расположенный в центре парка Позвольте перечислить некоторые значимые архитектурные объекты, которые обрамляют парк Грандиозный Хан Шадыр Является крупным торгово-развлекательным центром Открыт в 2010 году и вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый большой шатер в мире Грандиозный Хан Шадыр Государственный театр оперы и балета «Астана-Опера» Построен в 2013 году и признан памятником архитектуры национального значения Строительство обошлось в 320 миллионов долларов Над внешним обликом и интерьерами театра трудилась команда архитекторов, строителей и специалистов из 33 стран С восточной стороны парка находится так называемая «Круглая площадь» с большим центральным фонтаном Площадь оканторена крупным современным зданием различного назначения Здесь есть жилые и административные блоки Два крупных блока Агентства РК по противодействию коррупции и Министерства энергетики РК максимально приближены к парку Немаловажным является тот факт, что представляемый монумент расположен на длинной аллее, протянутой от Ханшатыра вплоть до Акарды Эта аллея на всем протяжении украшена клумбами и фонтанами В этой связи данное стилистическое решение сохранено и в центральной парковой аллее Данный проект был создан на интерактивном реалтаймовом движке Unreal Engine 5 Что позволяет не только получить глобальный вид представляемого объекта Но также позволяет поприсутствовать в этом виртуальном пространстве, как в компьютерной игре Как вы можете видеть, мы используем компьютерного персонажа, который свободно перемещается и осматривается И сейчас мы движемся от входа в торговый центр Ханшатыр к монументу КОНЕЦ Первое, что хочется отметить, это размер монумента Монумент располагается в центре парка и в летнее время он будет утопать в окружающей зелени При этом он может потеряться, если не будет достаточно высоким Изучение локации и анализ сцены позволили подобрать оптимальный размер монумента С общей высотой в 32 метра от основания он будет виден, с какой бы стороны парка мы не заходили Подчеркнутая симметрия монумента органично вписывает памятник в архитектурный ансамбль, который мы можем наблюдать на фоне Все масштабы в проекте строго соблюдены Позвольте теперь объяснить общую композицию монумента и его идейную составляющую Монумент полностью симметричен спереди и сзади Состоит из квадратного пьедестала высотой 2 метра Широкие ступени с приступком из термообработанного куртинского гранита Образуют комфортную лестницу и позволяют подняться к монументу По бокам мы видим два высоких симметричных обелиска или стеллы Материал высококачественный бетон В центре композиции крупный элемент с эмблемой Материал латунь Внизу мы видим глобус земли с материками из латуни Континент Евразия обернут к человеку, подошедшему к глобусу с западной стороны На верхней части пьедестала находится шесть крупных медных дисков, инкрустированных в пол пьедестала На дисках изображены различные круговые казахские орнаменты С западной стороны от монумента по направлению к Ханшатыру располагается фонтан-зеркало В спокойной воде которого красиво и выгодно отражается сразу два эффектных архитектурных объекта Собственно, монумент и Ханшатыр Площади аллея, прилегающие к монументу, вымощены стильной брусчаткой Общая стилистика монумента – арт-деко Стиль, который появился во Франции в начале 20 века, затем распространился в Западной Европе и США И проявил себя в архитектуре, дизайне и изобразительном искусстве Касательно идейной составляющей В описании задания конкурса прозвучало, что памятник должен быть современным и стилистически согласованным с окружением Это определило выбранный стиль Также определило стилизацию представленных в монументе фигур Два обелиска или стеллы, расположенные по краям, олицетворяют два столпа Левой – историю и исторические процессы, а правой – современность, настоящая Симметрия и одинаковость призваны показать одинаковую значимость истории и настоящего Без попытки принизить роль чего-то одного Вместе они образуют устойчивую фигуру Как бы дают возможность оттолкнуться от устойчивого основания и устремиться в будущее Левый обелиск украшен позолоченными надписями Где приводятся золотые слова предков казахского народа, которые были даны в напутствие казахам и казахстанцам Цитаты Абая Кунанбаева, Муфтара Ауэзова, Жамбыла Жабаева и других Два обелиска имеют верхний элемент, напоминающий капюшон Этот стилистический элемент создает необходимую композиционную рамку Но также навевает ассоциацию о двух фигурах, обернутых друг другу, и ведущих диалог Словно прошлое ведет беседу с настоящим И через этот диалог определяется будущее Правый обелиск, изображающий настоящее, украшен золотыми словами из Конституции Казахстана Где отражено самосознание и самоопределение народа Казахстана Две фигуры как бы склонились над центральной эмблемой монумента, которая выполнена в форме пламени Для левой фигуры это пламя надежды, для правой – пламя гордости На эмблеме отражены хорошо знакомые каждому казахстанцу символы – золотого солнца и орла, свободно парящего в небе Обретение Казахстаном независимости и суверенитета стало, пожалуй, главным историческим событием, произошедшим на казахской земле за последние полстолетия Это событие остается актуальным и поныне, поэтому основные элементы, изображенные на эмблеме, было решено отвести для объектов, перекликающихся с государственной символикой Важно отметить, что в данном случае не предпринималась попытка повторить канон орла и солнца, изображенных на государственном флаге В данном монументе это реплики и отсылки к известным и узнаваемым символам, не более того Весь монумент в целом, несомненно, напоминает некий метафорический портал, своего рода дверь, ведущую в будущее Наверняка вы обратили внимание на глобус, расположенный в нижней части памятника Основные элементы памятника очень крупные и могут хорошо читаться и восприниматься издалека Однако в непосредственной близи читабельность крупных элементов скрадывается и воспринимается иначе Глобус привнесен в общую композицию памятника для того, чтобы была возможность приблизиться к монументу и продолжать воспринимать монумент на комфортном человеческом уровне Условно говоря, чтобы не приходилось искать центр монумента где-то в Поднебесье Почему глобус Земли? Земной шар как символ общего дома Как символ стремления Казахстана интегрироваться в мировое сообщество Как намек на то, что мы в одном большом доме на планете Земля, в Астане, в городе мира Возвращаясь в парк, где планируется установить монумент, должен отметить, что парк нуждается в капитальной реконструкции Однако качественная проработка парка площадью 16 гектаров не представляется возможной в сжатых временных рамках конкурса На данный момент имеется множество идей по архитектурной составляющей парка Но абсолютной необходимостью является предварительное детальное обсуждение задач и запросов по объектам, которые хотели бы видеть в парке После обсуждений по запросам и техническим вопросам, а также выделением на проектирование конкретно парка дополнительного времени Возможно качественная проработка реконструкции парка и перевоплощение его в современный эстетичный и гармоничный объект Астаны В случае заказа работ по проектированию парка у меня, я готов предложить не просто набор статичных рендеров Но готовое для запуска на локальном компьютере интерактивное приложение, в котором можно прогуляться по парку И самостоятельно в интерактивном режиме осмотреть все объекты парка Почувствовать себя внутри Получить все бенефиты реалтаймовой визуализации То есть Смену цикла день-ночь Смену времени года на лето-осень-зиму По запросу в проект может быть имплементирован режим VR для полного эффекта присутствия и погружения Идеи очень много, обращайтесь В рамках проекта для конкурса была изготовлена герметичная немонофобная модель монумента Готовая для печати на 3D принтере С последующим представлением видим макета для удобного и наглядного восприятия работы комиссии жюри Также для планшета и для альбома проекта были изготовлены статичные рендеры в высоком разрешении Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Благодарю за внимание! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok